Вот это ничем не примечательное серое здание за проходной с буквой А на воротах, недалеко от Казанского вокзала Москвы, офис компании «Анрустранс». Несмотря на офис почти в центре Москвы, эта компания свою основную деятельность ведет далеко за пределами российской столицы. «Анрустранс» еще до аннексии Крыма в 2014 году обслуживал железнодорожные паромы на Керченской переправе «Крым-Кавказ». Именно судами «Анрустранса» Россия в марте 2014 года перебрасывала на полуостров военную технику и военных, которых позже назовут «зелеными человечками». Имя и фамилия основателя этой компании начинаются на букву, изображенную на воротах. Это Александр Анненков, бывший заместитель министра транспорта России. Вот он поздравляет коллектив компании с десятилетием запуска парома «Крым-Кавказ». Вот и отметила жизнь 10 лет с момента торжественного события в жизни нашего коллектива открытие железнодорожного паромного сообщения между портами «Кавказ» и «Крым». На колени делали чертежи, пользовались знакомством, размещали заказы. Один из паромов компании даже назван в честь Анненкова. При этом, по данным российского и кипрского реестра фьюрлиц, сейчас Анненкову принадлежит только 1% этой компании, а всей остальной долей через кипрский офшор владеет некая гражданка Кипра Кристиана Савва. На странице «Анрустранса» в фейсбуке указано, что группа объединяет 5 компаний, среди которых компания «Тис Крым». Ее бывший директор Сергей Хатько в декабре 2014 года получил от российского Минобороны медаль за возвращение Крыма. О том, как на полуостров перебрасывали формирование казаков для участия в митинге у Верховного Совета Крыма, а потом и российских военных, Хатько рассказывал в интервью изданию «Керч.нет». Ребята переправлялись организованными группами в обычной одежде. Задача постепенно выполнялась. То есть в течение двух-трех дней были массово переброшены людские резервы. Вторая волна. Три машины Урала в защитной форме. Ребята обозначили свое присутствие в порту Крым. Самое интересное, это уже, насколько вы понимали, специализированные войска Российской Федерации в черной форме. Очень корректно, но настойчиво в течение часа заняли пункт пропуска Крым, обеспечив беспрепятственный пропуск и грузов, и пассажиров уже в интерес Крыма. Российский флаг был понят уже после удаления властей Украины из пункта пропуска Крым. В мае 2018 года Сергей Хатько умер. Компанию «Тис Крым», которую он возглавлял, до 2015 года контролировала зарегистрированная в Украине компания «Техинвестсервис», который и сейчас владеет Александр Анненков. Он и его жена внесены в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ему запрещен езд в страну, а любые его активы подлежат блокировке. При этом активы «Техинвестсервиса» так и не были заблокированы. Еще одна дочерняя компания группы «Анрустранс» — ООО «Аншип». Она даже указана на вывеске московского офиса. В 2015 и 2016 годах эта компания получила госконтракт от российского Министерства обороны на перевозку людей и техники на паромной линии Крым-Кавказ почти на 50 миллионов рублей. Это около 800 тысяч долларов по курсу тех лет. Суда Анненковы работают не только в Крыму. Они ходят в Турцию, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, а также Болгарию — страну в составе Европейского Союза. Фактически «Анрустранс» нарушает правила ЕС, которые запрещают работать и инвестировать в туризм и перевозки в Крыму. Мы написали запрос об этом с просьбой об интервью с Александром Анненковым в московский офис «Анрустранса». Вот что нам ответили. Ну, видимо, рассмотрели и не заинтересовало. Все передано на директору. Ответа обратной связи никакой не было, значит, неинтересно. Ни одна из компаний группы «Анрустранс», участвовавших в перевозке российской военной техники в Крым, на настоящий момент не внесена в санкционные списки Украины, Европейского Союза и США. Власти Кипра на запрос настоящего времени по существу не ответили. В СБУ информацию об этом назвали секретной. Алексей Александров, Кристина Закурдаева, Сергей Корсаков и Игорь Дорошенко. Настоящее время.